Добрый вечер всем, кто здесь. Меня зовут Аир, и я индуска. И я искренне верю в ислам. Я верю в ислам, потому что у меня есть некоторые доказательства о нем. Поэтому, когда вы сказали, что Бог один и религия одна, я хотела бы спросить. Позвольте мне привести пример трех человек – индуса, мусульманина и христианина. Если взять их вместе и порезать их руки, то из их рук потечет только кровь. Это будет только кровь, ни молоко, ни вода. Но это только кровь. Если вы порежете руку, выйдет только кровь. Тогда почему мы различаемся в том, как хоронить наших умерших? Мусульмане заворачивают умерших в белую простынь и хоронят под землю. А мы, индусы, сжигаем тела своих умерших, предавая их огню. Сестра говорит, что она ценит ислам, и она верит в ислам. Я поздравляю тебя, сестра. Я приветствую в вере и ислам, в подчинении всемогущему Богу. Вопрос заданный сестрой, что у индусов, христиан и мусульман одинаковые тела, одна и та же кровь и одно и то же составляющее. Но когда мы умираем, почему в индуизме они сжигают тело, а в исламе хоронят под землю? Для начала, давай проанализируем плюсы и минусы, а ты решишь, что лучше. Во-первых, в индуизме также можно хоронить под землю, к примеру, детей и так далее. А когда человек становится совершеннолетним, большинство сект в индуизме говорят, что нужно кремировать. Но есть некоторые секты, которые говорят, что вы должны хоронить. Но давай проанализируем плюсы и минусы между кремацией, то есть сжиганием и погребением. Если мы проанализируем, то в исламе Аллах приказывает нам хоронить под землю, потому что сегодня мы узнали, что все составляющие элементы тела есть также в земле. То есть земля содержит те же самые основные элементы тела в меньшей или большей пропорции. Поэтому Аллах сказал, из нее мы сотворили вас и в нее возвращаем. Это научно доказано. Пункт номер один. В кремации, когда сжигают тело, происходит загрязнение. В исламе же, когда мы хороним, земля наоборот становится плодородной и нет загрязнения. Пункт номер два. Когда вы сжигаете, вы вырубаете деревья, тем самым причиняя вреда окружающей среде. В исламе же, когда мы хороним, земля наоборот становится плодородной. Растет больше деревьев и травы, потому что тело становится пищей для них. И не нужно рубить деревья. Это лучше для окружающей среды. Знаешь, правительство говорит всем, не рубите деревья. Но если не рубить деревья, как индусы будут сжигать человеческое тело? Пункт номер три. Кремировать это дорого. Согласно индийской статистике, каждый год миллионы и миллионы, сотни миллионов рупий тратятся каждый день. Каждый год сотни миллионов тратятся только на деревья и сжигание тел. В исламе же, когда мы хороним, это бесплатно. Пункт номер пять. Когда индусы сжигают древесину, она становится угольным пеплом. В исламе, как только мы хороним в земле, ту же землю можно использовать через несколько лет. Вы можете использовать ту же землю через несколько лет, когда кости распадутся. То есть вы можете перерабатывать. Так что если мы проанализируем логикой и наукой, то более научно и более гуманно и лучшее это захоронение в землю, по сравнению с кремацией. Надеюсь, я ответил на вопрос. Спасибо.